Образование мышечных уплотнений возникает в разном возрасте и в разный период времени, а также по разным причинам. Иногда фиброзированные мышечные волокна образуются после травм, но в основном фиброзированные волокна образуются от плохой циркуляции крови внутри мышц, особенно тех мышц, которые больше всего подвержены интоксикации. И в первую очередь интоксикации подвержены наиболее напряженные мышцы, которые очень долго находятся в напряженном состоянии. Постоянное напряжение мышечных волокон без расслабления со временем приводит к длительной интоксикации, а это в свою очередь приводит к длительному воспалению и постепенному отмиранию мышечных волокон, на месте которого и появляется фиброз. К такому же процессу подвержены мышечные волокна, которые испытывают на себе интоксикацию от внутренних органов. А в нижнем отделе спины интоксикация провоцирует дегенеративные изменения межпозвоночного диска и как следствие возникновения межпозвоночной грыжи. Этому процессу подвержены мышечные волокна, которые испытывают на себе интоксикацию от внутренних органов. Это происходит из-за проблем с выведением токсинов и перегруженным, а порой и сильно воспаленным внутренним органам. В этом процессе токсины из органов поступают в мышечную ткань, находящуюся неподалеку от внутреннего органа. Частое курение провоцирует выброс токсинов в мышцы, к примеру, находящихся между лопаточных костей, а перегруженная поджелудочная железа выбрасывает свои токсины на поверхность спины в ее проекции. Можно предположить и то, что токсины, поступающие в нижние отделы мышц спины, поступают из кишечника, в котором возникли гнилостные процессы. Так как было замечено, что при различных сильных отравлениях организм пытается вывести токсины любым доступным способом, в том числе через кожу посредством сосудистой сети, проходящей в мышцах. Таким образом, вывод токсинов через кожу посредством мышц или их откладывание в них может приводить к интоксикации мышечных волокон возле внутренних органов, тем самым провоцируя воспаление и, как конечный результат, образование фиброзов. Субтитры создавал DimaTorzok